Одна из главных транспортных артеи Пензы закрывается. С 19 сентября начнется реконструкция Бакунинского моста. Ремонт затронет интересы сотен тысяч жителей Пензенской области, в том числе и зареченцев. О начале работ на мосту и альтернативных путях пересечения Суры водители известили за шесть дней до закрытия движения. 16 сентября пензенские чиновники организовали пресс-конференцию для местных СМИ, где подробно рассказали о сроках ремонта и об организации движения транспорта в объезд Бакунинского моста. Мы выбрали дату 19 сентября, чтобы прекратить движение по Бакунинскому мосту, по старому Бакунинскому мосту и начать работы по его ремонту. Значит, почему 19? 19 у нас четверг. Мы надеемся, что жители нашего города с пониманием отнесутся к проблеме такой существующей по движению по Бакунинскому мосту и, соответственно, за выходные дни, за субботу, за воскресенье уже сами для себя определят маршрут, как передвигаться по городу в обход Бакунинского моста и общественный транспорт, ну и, соответственно, пешеходное сообщение какое будет и, конечно, к автолюбителям, которые будут с одного берега реки нашей Суры на другой перемещаться. Пензенские специалисты в области организации транспортного сообщения проработали ряд вариантов перенаправления потоков в объезд Бакунинского моста. Для автомобилистов предлагается четыре маршрута движения. Первый – это улица Измайлова с выходом на улицу Кирова, так называемый новый путепровод. Я так думаю, это будет наиболее самый загруженный участок, где у нас возникнут проблемы. Второй путь – это объезд по улице Злобина с выездом на улицу Свердлова и далее на улицу Калинина. Третий маршрут – это улица Свобода по улице Кустанайской на улице Чадаева. И четвертый – это у нас Ахунский переезд, также выезд на улицу Чадаева. Больше всего проблем реконструкция моста создаст для общественного транспорта. Через это сооружение ежедневно проезжали тысячи пассажиров автобусов и маршрутных такси. Реконструкция Бакунинского моста задевает интересы 11 маршрутов. Эти маршруты выполняли около 2000 рейсов ежесуточно через этот Бакунинский мост, поэтому, конечно, здесь пришлось очень плотную поработать нам, нашим экспертам, с перевозчиками, чтобы добиться оптимального варианта, который бы устраивал бы всех, в первую очередь, конечно же, граждан нашего города. Чиновники подчеркнули, что на всех направлениях будет проводиться постоянный мониторинг движения транспорта. Для оптимизации потоков могут быть изменены режимы работы светофоров и пересмотрены существующие схемы организации движения на наиболее проблемных участках. Однако все неудобства – ничто по сравнению с безопасностью. Бакунинский мост был построен в 60-х годах прошлого века и ни разу не подвергался реконструкции. Понятно, что этот мост, находясь в центре города, во многом является для наших граждан, земляков ключевым, но мы понимаем, что Бакунинский мост построен давно и без реконструкции Бакунинского моста мы его в дальнейшем эксплуатировать просто-напросто не можем. Поэтому и принято решение о его реконструкции. Более 930 миллионов будет направлено и на реконструкцию Бакунинского моста. И мы надеемся, что за два года мы этот мост реконструируем, обновим. В ходе ремонта будут заменены опоры и все несущие конструкции. Бакунинский мост станет шире. Здесь будут три полосы с возможностью организации четырехполосного движения. По краям сооружения будут оборудованы пешеходные и велосипедные дорожки. По сути, это будет новое, современное сооружение транспортной инфраструктуры.